Детский праздник Но в данном случае мы не называем это праздником, мы называем это мероприятием, посвященным ответственному родительству. Вологда принимает первое мероприятие из цикла, еще пройдет в четырех потом городах. Но вот Вологде выпала честь открывать его. Мероприятие посвящено пропаганде ценностей ответственного родительства, диалогу о воспитании детей своих, а также профилактике, а также семейного устройства детей-сирот. То есть развитие семейной формы устройства-сирот, как патронат, приемная семья. Мы уже не первый раз в Вологде проводим мероприятие. В прошлом году мы приезжали с автопробегом, правда по другой теме, по другому нашему проекту. А в этот раз решили порадовать Вологжан таким вот мероприятием, чтобы ценности ответственного родительства каждый житель Вологды себя впитал. Еще раз показал любовь к своим детям. На самом деле участие видных политических деятелей, общественных структур или же вот таких селебрити помогает больше привлечь внимание, потому что они своего рода кумиры людей, соответственно, их мнению доверяют гораздо больше. А у Юлии, помимо того, что она ведет проект на телевидении, достаточно интересная семейная жизнь получилась. И у нее все-таки тоже много детей, поэтому ей есть чем поделиться и опытом, и знаниями с посетителями. Прежде всего любить своих детей, прислушиваться к ним, потому что ребенок это тоже барометр, барометр наших отношений, самочувствия, и он очень реагирует на это. Поэтому важно быть другом своему ребенку, чувствовать, что с ним происходит, оказать помощь вовремя, когда он грустен, когда у него что-то не получается. И обязательно его поддерживать, потому что первые, кто может поддержать, защитить ребенка, это родители. Для каждой семьи проблема своя уникальная, потому что где-то и незначительную проблему говорят, что ой, что такое происходит с моим ребенком. А на самом деле ребенок просто становится подростком, и он ведет себя так, чтобы самоутвердиться, чтобы найти себе друзей, найти какое-то свое увлечение. А мы пугаемся, мы не готовы к этому, поэтому для нас это проблема, хотя может быть это и не проблема. А с другой стороны, когда ребенок начинает злоупотреблять спиртными напитками, когда он совершает противоправное поведение, тогда это да, проблема, и здесь надо обратить на это внимание родителям, если не хватает собственных ресурсов, привлечь специалистов. Для меня главная защита ребенка, безусловно, это любовь родителей. Мне кажется, что это самая главная защита ребенка. Но не все дети это чувствуют, не все дети, даже в полных семьях, потому что я, конечно, понимаю, что, ну, правда, совершенно другой ритм жизни стал. Огромные потоки информации, которые льются со всех сторон. Мы все время чем-то заняты, мы все время где-то и что-то. Поэтому даже находясь в полной семье, ребенок иногда до конца не ощущает вот этой любви родителей. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы все вспомнили, что мы родители, и поняли, что защитить ребенка от всего может только родитель, если честно, своей любовью. Потому что если ты любишь ребенка, ты даешь ему опору, ты даешь ему уверенность по жизни. Ребенок должен понимать, что он родителям может рассказать не только про свои какие-то успехи. Зачастую ребенок приходит, у меня пятерка, никогда в жизни не придет и не скажет, мам, ты знаешь, я двойку получила, или там, я с кем-то подрался, или я с кем-то поругался. Вот очень важно, чтобы ребенок понимал, что кому-то, да, только про успехи, но родителям всегда и про все. Что совершать ошибки может каждый, мы все не идеальны. Если бы мы были, слушайте, даже компьютерные системы дают сбои, даже в них бывает ошибка, да. Поэтому, а мы вообще не роботы, мы люди, и мы на своих ошибках зачастую учимся. Так вот, ребенку важно, на мой взгляд, самое главное понимать, что, что бы он ни сделал в жизни, есть люди, которые его поддержат всегда. Потому что, на мой взгляд, родительская любовь должна быть безусловной. И главное, что ребенок должен это понимать, что его родитель любит не за что-то, не за то, что он воспитанный, симпатичный, ухоженный и пятерки приносит. Даже родитель любит своего ребенка, безусловно, просто так, вот ни за что. Как в мультике, помните, это тебе цветы, а за что? Просто так, вот так же любит родитель. Вот важно, чтобы ребенок это понимал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова